Неправильная, да? Почему неправильная? Оно же есть? Это правильная или неправильная, да? Джеб, что такое в основном? Удар передней рукой. Передняя, да? Ну передняя, да. Левша, правша, да? То есть удар передней рукой, да? Мне больше нравится. Все-таки передней рукой. Варианты, да? Давай, левый раз. На месте, да? А можешь вообще без ног, без всего? То есть вот ты подходишь, без ног, одной рукой. Идёшь, 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 мягко. Ромыч, вперёд, садя, всё равно передняя нога, даже вот это переминание как бы, да? Ай, поторопился. Почему не попадаешь? Смотри, давай-давай-давай. Вот, смотри, что происходит. Ты ещё не остановился, понимаешь? У тебя получается в палец, ты идёшь, идёшь, идёшь. Вот это движение. Смотри, у тебя мое движение, да? Тут понимаешь, какая ситуация? Ромыч, вообще пофиг, что я делал ногами. Стоял, остановился, шагнул я, выпрыгнул, левой ногой звёб. Вот это движение, выбрасывание кулака, за счёт вот этого вкручивания плеча, позволяет мне совершенно не обращать внимания, что я делаю ногами. Давай ещё раз. Но ты сейчас мне сделаешь, вот ты. Шагал, 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 я лапу ставлю. Твоя задача. Пауза. Ты как бы принимаешь исходное положение. И одной рукой ударить. Давай-давай. Оп. Что я сказал? Встал ногами. Да, ты не встал ногами. Твои ноги потянулись за рукой. Маленькое движение. Ты начал вот это движение опять делать. Ром, вот это, выкинь кулак, просто выкинь кулак. Без ног. Одной рукой, одной рукой. Окей. Ты напрягаешься перед ударом? Почему? Зачем ты? Ты наоборот. Мы нарабатываем положение предударное, переддейственное. Ты должен быть максимально расстановкой. Пауза. Твоя остановка. Это не напряжение. Это наоборот расслабление. Сейчас даже вот сброс не будешь. Ну-ка. О! Точнее, в первую очередь. Суть в чем заключается? Это внутреннее напряжение, Ром. Ты собираешься сделать хорошо, резко, сильно, блин, тренера порадовать. Вот убери эти все прилагательные. Понял? И просто выкинь кулак, как мы с тобой. То есть ты внутренне должен расслабиться. Стоп. А теперь, Ромочка, маленькая ситуация. Ты стоишь. У тебя кулак на линии лапы. Ты стоишь. Посмотри как. Ты стоишь вот так. Вот у тебя и происходит вот это движение. Вот оно тебя и тянет, потому что плечо выключено. Либо, чтобы сделать все-таки плечом, как тренер истерит, ты начинаешь вот здесь сделать движение. Понимаешь? Поставь лево. Длина удара, длина удара. Вот это расстояние. Поставь руку немножко вот сюда. Поставь немножко. Не вот здесь. Вот ты поставил. Да. Чтобы я у тебя был. Лапа у тебя была. Я же лапу держу не здесь. Вот я лапу держу. То есть она идет, посереть твои башки. Напротив, точнее. Между твоих рук и твоих ног. И у тебя как раз вот это и есть замах. Вот это длина удара. Вот не вот это, а вот это расстояние от твоего подбородка до твоего, от твоего кулака до твоего подбородка. Левее руку. Не надо вперед тянуться. Видишь привычки? Привычки опять. Бей левый. Просто кулак крути. Вот и все. У тебя на левом прямом, Ром, ты получается как бы от себя выкидываешь кулак. А ты сейчас опять резко сделал движение. Бей. Не надо резко. Крути кулак в моей руке. Во! Крути кулак, но только не кисть, а крути кулак за счет плеча. Крути. Ты как бы... Да, вот ты как бы назад. Ты как бы... Ощущение, что ты назад делаешь движение. Оно вовнутрь. Плечо идет вовнутрь. Вперед. Пробаешь. Во! Давай этим боком. Опять вперед пошел. Назад немножко. Только рукой. Опять. Не надо резче. Не надо быстрее. Давай медленно. Просто кулаком. Ром, слово медленно тебе что-нибудь говорит? О, смотри. Здесь чисто психологическая ситуация. Смотри, стоять. Вот я тебе говорю медленно, да? Ты так вроде бы и начинаешь. А потом вроде бы все пошло. А потом ты начинаешь вот тут ускоряться. В локте. Почему? Потому что останавливается движение плеча. Почему остановилось движение плеча? Ты опять кулак крутишь. Ты крутишь кулак в конце. Раз ты крутишь кулак, у тебя уже развернулось. Вот ты вроде бы и пошел. А потом ты вот такое движение кулаком сделал. Кистью. Значит ты здесь уже развернул. Теперь здесь уже вращение смысла не имеет. Уже эта кость развернулась, верхняя. И включается вторая кость. Разгибательная. Вот и происходит движение. Но ты еще не добил. И тогда ты делаешь движение вперед. Бей. Во! Вот так медленно. Вниз локоть. Бей. Еще раз удар также. Медленно. Другое ощущение? А? Ну это вот траектория более получается. Правильно. Меньше затрачиваешь сил. Да. И ты достал. Удобно стало? Быстрее. Речь. Опять. Видишь? Речье. И у тебя оп. Туда кулаком. Не крути кисть. Вот напряги кисть. Напряги вот это предплечье. А плечо и плечевой сустав расслабь. А кисть и предплечье напряги. Шаг. 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 Доставай. Шагом? Да. То же самое. Кидай. Кулак сразу. Опять узко. Нога первая встать должна. Нога первая. На полную стопу. Во! То есть вот. Вот движение. Да. Почему нет? Сильный такой левый прямой. Пробивающий. Который как латиноамериканская скола. И тут все. Давай долбиться. Прямо вперед туда ногой и встать на ногу. Да. Только без замаха. Смотри. Ты как бы падаешь на нее и выпрямляешься. Почти. Выпрямить ногу. Как бы толкнуться задней ногой. Зачем ты стал опять подбираться? Между рук. Между рук. Раз. Раз. Два раза. Продавил туда. Нога. Нога. Там. Посмотри. Задняя нога у меня прям. Да-да-да. Как бы падаешь постоянно вперед на переднюю ногу. Выпрямляя левую ногу. Левее. Вот уже. Видишь, рука первая пошла. Почувствовал как? Да. Вот этот принцип везде заключается. А теперь левый, носком левой ноги ударь. Опять. Зачем ты подбираешься под лапу? Вот сейчас, чтобы... Ну прям боком поставил ногу. Не крутишь сейчас ничего. Поставить носок ноги. Не крути их только. Подними колено. Рано. Оттолкнись оттуда. Ага. Видишь, опять ты что сделал? Смотри. Я не переношу вес тела. Я просто поставил ногу на длину стопы вперед. Вот и все. А сам там останься. Без замаха, без какого. Вытолкнись и ударь. Вот-вот-вот, еще и тормози руку. Ну-ну-ну, где кулак-то, да? Сейчас мысль опять вперед-лево. Вытолкни себя. Во! Вот он ты. Смотри внимательно. Смотри, вон вверх клади, дай тебе. Посмотри, какой прямоугольный треугольник получился. Катит, гипотенуза, катит. Аллилуйя. Ты даже не крутишься. Оп, носок, ноги. Ты как бы длиннее движение. Куда на нее? Сидишь-то, выпрямляются ноги. Еще раз. Носком ноги достать до меня. Как будто тапок из-под дивана достаешь. Поднять колено. Не надо вперед идти на ногу. Рома, не надо на ногу идти. Надо ногу туда поставить и оттуда вытолкнуться. Левую руку левее. Почти. Прямо будет. Ромочка, сразу сюда движение. Во! Никакого вращения у тебя нет. Как прямо стоишь, так и стой. Поднял колено. Так, сначала нога. Опять, смотри. Опять. Вот чуть-чуть ты туда. Просто ногу вперед поставь. Вот можешь мне вот такое движение? Вытолкнись ногой. Подними колено. Во! А теперь вперед вот и все. Понятно? Да. То есть ты вот это движение делаешь. Левую руку левее. Правее правую ногу. Между рук противника у тебя. Между рук. Вот и все. Молодец. Не надо вперед делать. Вытолкнись назад, кабыль, левой ногой. Сам не наклоняйся. Ощущение за счет ноги. Подними колено. Подними и поставь просто вперед. Торопишься. Да. А теперь два раза. Раз. Раз. Нога первая. Пошла нога. Забудь о руке. Левую руку левее. Вот. Вот ты между рук, Ром. Раз. Раз. Да. 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 Нога первая. Быстрее. Во-во-во. А теперь на носках. Раз-раз-раз. Уже лучше. Но будь на задней ноге немножко. Жать кулаки. Заметил, да? Тыкань этот очки. Вот она. Выкинь кулак. Во! А теперь не поднимай правую ногу, только левую. Во-во-во. Не забирай руку. Как висела рука, так и висит. Ты как вместе с ней? Рома, ни вверх, ни вниз. Просто колено подними. Да. Во! Удобно? Это другая ситуация. Оп! Колено. Почему опять полез? Колено подними. Выпрями колени. Вой! Молодец! Вот это. Быстрее. Быстрее. Нога. Да. 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 Не надо на ногу. Не надо на левую ногу делать. Вот. Ногой. Ты никуда... Ты просто там и остаешься. Это рабочее движение. Ром, смотри. Вот так вот. Могу так. Так могу. Так могу. Ну да. У меня по этому часто бывают парень... Опережение. Опережение. Вторая момента. Опережение руки. Раз. Вот это. Рука становится уже на линию. Опять. Исходное положение. Понятно? Нога, руки. Запомнил немножко? Молодец. Опять все. Возвращаемся к исходному положению. Опережение. Ноги, руки. Джеб левый прямой. Левый прямой. Легкий. Одной рукой. С коленями. Носком. С вращениями. Но чуть-чуть вот это. Чуть-чуть рука вот сюда у него в первые разы стояла. Вот он становился. Что это такое? Выводит. Типа и защищенный он. И выводит кулак на линию чего? Головы противника. И в итоге плечо выключается. Начинается вот такое движение. Начинается вот это движение. Либо вот это движение, чтобы вывести плечо на линию кулака. Исходное положение между рук противника у вас. И удар идет вовнутрь. Вовнутрь удары. И закрывают вас. И неважно. Легкий удар. С коленями. Кулаки, плечи работают только так. Имеется в данной боевой стойке. Из данного положения. Вот они вовнутрь входят, вкручиваются. И вы не валитесь. Я могу специально наклониться. Но я не рукой потянулся. Я вытолкнул себя. Варианты, да, были? Он сделал. И ногами, и без ног. И на левую ногу толкнулся заднюю. А-ля профессионально. Пробил туда. Как вариант. Вытолкнулся. Но везде нога при сильном движении опережает. Выталкивает массу. Носком. Либо рукой. Но что? Плечо опережает кулак. Если плечо с кулаком в одной линии. А не вот это движение. Очень важно. По диагонали. Так что джебы бывают разные. Важные все. Все нам нужны. Все. Всем бокса. До встречи, ребят.